А существенно не важно, а существенно не важно, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, и существенно не важно, доктор Волощук СД, СД, СД. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки и рок-поэзии. Сегодняшний, пятый по счету выпуск рок-поэзии, я не посвящал какой-то одной тематике, но оно как-то само собой получилось, что я опять буду говорить о вере в себя, об умении преодолевать предрассудки и шаблоны, о смелости, о творчестве, и о смелости в том самом творчестве. То есть, кто о чем, а я все о том же. Ну, это я думаю и естественно, так как любой человек хочет говорить именно о том, что его волнует, о том, чем он занимается. Поэтому, сегодня, как обычно, о мечтах, о разочарованиях, о надежде, о страхе, о терпении, о судьбе и, конечно же, о рок-н-ролле. Первый стих называется Нам не до сна Нам не до сна Деньги жгут нам карманы Где мы их взяли, да кто же вам скажет Пусть упираются лохи, ботаны Мы из другой категории граждан Нам не до сна Кровь кипит, как в вулкане Страсть удержать невозможно в стакане Хочется большего Хочется в пламя бросить мозги Приземлиться в нервании Нам не до сна В наши годы не спится Нам далеко До газет перед сном Может быть, мы доживем до традиции Но до своих И все будет потом Все повторяется Ходим по кругу Многие были умнее других Но крепнет нравственность даже у внука Если дожил до волос, до седых Совесть и время Коварные штуки И не заметишь, как станешь другим То, что казалось ненужным и глупым Вдруг стало мудрым и очень родным Но это после того, как случилось Преданным быть и предателем стать После того, как судьба поштормила Много дала, отняла все опять После того, как швырялся деньгами А после этого впроголод жил После того, как поржал над лохами Понял, как прав же был Эммануил Кантовский императив Он несложный Очень понятен любому уму Чтобы к тебе мир был милым и добрым Вот точно так относись и к нему Следующее стихотворение Это рассуждение о том Чем же мы должны руководствоваться в жизни При принятии решений Ну, помимо логики и знаний, конечно Я хочу в этом стихотворении порассуждать о том Какими чувствами мы должны руководствоваться Делая свои поступки И какие чувства чаще всего нас убеждают в жизни Стих называется Нас многих и во многом убеждает страх Нас многих и во многом убеждает страх Именно он нас делает безвольными Смиренно часто смотрим прямо в пасть опасности А не в глаза, как это делают достойные Но в еще большем убеждает нас надежда Готовы мы терпеть невыносимое Уже есть нечего Истлела вся одежда Но мы надеемся Нас пощадит неумолимое Но капитан Жеглов уверен был в терпении Есть трехголовый и безропотный осел Терпеть только тогда нужно лишение Когда к достойной цели ты идешь А если над тобою издеваются То проявлять терпение это трусость Здесь не поможет превратиться в страуса Ты или раб Или способен на поступок Поэтому нас убеждать должен не страх И не надежда И конечно не терпение А только вера в наше дело и в себя Из них должны черпать мы вдохновение Поводом к написанию следующего стиха Послужили многочисленные комментарии В интернете к моим блогам, стихам и песням В которых меня обвиняют В гипертрофированном чувстве собственного величия Что именно в моем творчестве, в моих словах Заставляет людей делать такие выводы обо мне Не знаю Скорее всего то, что за годы своей жизни Я уже знаю на что способен И точно так же четко осознаю, что мне не по силам Победы и неудачи Заставили меня очень адекватно смотреть И на жизнь, и на самого себя Не завышать свою самооценку Что очень вредно Но и не страдать от ложной скромности Что не менее вредно Поэтому рассуждение на эту тему Я изложил в стихе с названием Я понимаю свою силу Я понимаю свою силу Зачем мне принижать себя? Чтобы порадовать ленивых Что они пошустрее меня Чтобы порадовать унылых Что они веселей меня Чтобы порадовать спесивых Что они поумней меня Я этого не буду делать Зачем-то сила мне дана Я буду делать то, что должен куда ведет меня судьба. Спесивых, сонных и ленивых, тех, кто скучны и не видны, может быть, успокою мыслью, люди на свете не равны. Так говорил нам Заратустра, так справедливость говорит. Хватит обманывать друг друга, не всем дано освоить ритм, не всем дано освоить скорость, и математику не всем, не всем дано стать чемпионом, давайте трезвыми быть все. Ведь я не лезу в космонавты, я понимаю, не смогу, как не смогу стать и хирургом, но не дано мне чудаку. Но я же не пыжусь, не пытаюсь лечить других, как Гиппократ, поначитавшись в интернете, что лечит все отвар и страв. Но почему-то все считают, что разбираются в стихах, и разбираются в хард-роке, все меня учат, как играть. Хочу ответить всем и сразу, чтобы услышал весь детсад. Кто разбирается хоть в чем-то, он может это создавать. Я понимаю свою силу и в рок-н-ролле, и в стихах, и на создание своих песен призвание мне дало мандат. Всю мою сознательную жизнь рок-музыка была моим увлечением, хобби, а основными занятиями в жизни была наука и бизнес. Думаю, многие об этом знают, но для тех, кто только присоединился к нашему общению, скажу, что совсем недавно я оставил и науку, и бизнес. И с сентября прошлого года начал заниматься рок-музыкой, можно так сказать, профессионально. Теперь бизнес и наука – мое хобби. Поэтому следующий стих – это рассказ о том, как я вникаю в премудрости своей новой рок-н-ролльной жизни. Называется он «И я даже не знаю». И я даже не знаю, что точнее – судить о человеке по тому, что знает он, на что может ответить, или по глубине его незнаний, не пойму. Пытаюсь иногда понять, чего же хочет какой-нибудь серьезный персонаж. Но видно, сильно я отстал, пока работал, не теми терминами пополнял багаж. Поэтому опять надо учиться, как Ленин завещал сто лет назад, чтобы знать значение современных дефиниций, чтобы молодежь мне с полуслова понимать. Учиться, проявлять во всем дотошность, осваивать жаргон и модный сленг. Только тогда появится возможность прекрасно понимать своих коллег. Коллег по рок-н-роллу и хард-року, по хэви-металлу, по панку, трэш-аку, по дэту, харшу, скриму и хип-хопу. Мне все надо понять, но чтобы быть в кругу. Поэтому пытаюсь потихоньку осваивать, как начинающий чувак, терминологию продвинутых ребенков, играющих хэви-металл и рэп и панк. И последний стих в сегодняшнем выпуске, это рассказ о том, что говорят мне мои ровесники, коллеги и даже некоторые родные и близкие. Они в недоумении, они не понимают, что происходит, что творится в этом мире. Мир сошел с ума, все перевернулось. Если мужик в 57 лет начал сочинять и играть рок-н-роллы. О чем теперь думать, что говорить, куда смотреть, как оценивать происходящее и самое главное, куда бежать и спасаться. Стих называется «Мне говорят, что я сошел с ума». Мне говорят, что я сошел с ума, что в моем возрасте начать играть хард-рок это безумие. Я отвечаю всем, что это не беда, лучше безумным быть, чем делать глупости. Ведь глупость признак недалекого ума, посредственности не способны на безумие. Поэтому за комплимент считаю я, что сумасшедшим называют меня умники. Лучше безумным быть, чем делать не свое, что заставляют делать обстоятельства, что заставляют делать трусость и ее родные сестры, осторожность и мечтательность. А еще признак недалекого ума – всех осуждать, себя считая самым умным. Пусть лучше буду сумасшедшим я, друзья. Пусть лучше буду творчески безумным. Ну вот на сегодня и все. Надеюсь, мои стихи были вам интересны. Желаю всем доброго здоровья и хорошего настроения. Слушайте отличную музыку и принимайте правильные решения. До свидания, друзья. Всегда ваш Волощук СД. О существенном и важном О существенном и важном Позабыв о суете Доктор Волощук СД С вами говорит стихами О существенном и важном Доктор Волощук СД СД СД